Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Мне безумно приятно, что вы заглянули на поляну, на обжираловку. Сегодня у нас с вами сладкий мукпанг. Здесь у меня немного фруктов. Вот эти вот круассанчики уже не с шоколадом, а с фруктами, с клубничной начинкой. Груша. Нарезала вот так вот. Рафаэлки. И вот такие непонятные вещи. Вот. Я, честно, на прилавках часто видела, но почему-то, если сравнивать обычный маршмеллоу, этот стоил в 2,5 раза дороже. Мне всегда было интересно, но жалко бабок, чтобы попробовать. Пробую первый раз. Немножко соленым отдает. Очень вкусно. С небольшой такой кислинкой. Вчера выложила свои фотографии старые в Инстаграм, где мне 15 лет. И выложила как бы без цензуры самые худшие. Не то, что удачные кадры. И вы знаете, все мне написали в комментариях 90% реакции на историю было Айка. Извини, конечно, но у меня такое ощущение, что тебе здесь 30 лет. Кто еще не видел, я специально закреплю в Актуальном. Переходите. В общем, все были шокированы. И писали, что сейчас я выгляжу намного лучше, чем в 15 лет. И вы знаете, у меня в тот период был ужасный комплекс по поводу возраста. Мне всю жизнь дают больше, чем мне есть на самом деле. Вот в 15 лет мы шли на какое-то мероприятие и так далее. Все думали, что я замужем и у меня двое детей. Потому что выглядела я вот так вот. Мне было очень неприятно и обидно слышать такие слова, когда мне было всего 15. Но при этом я продолжала выщипывать брови, делать их тонюсенькими, краситься, красить волосы. И в то же время делая это все, меня обижало, что меня сравнивают с взрослой женщиной. Проблема в том, что мои одноклассники в России делали то же самое. Но они выглядели на свой возраст. А я выглядела как женщина взрослая. вот с тех пор у меня в голове остался комплекс. Вот у меня такое ощущение, что я сейчас выгляжу, не знаю, на 30, к примеру, да? и потом лет где-то в 18 я начала скрывать свой возраст. Никому не говорит, сколько мне есть на самом деле, потому что мне не нравилась реакция людей, которые слышали, что ей 15. 15! И ты уже щипаешь бровь, и ты уже красишься, то ты выглядишь как тетя. Если вернуться назад, я бы ничего не изменила. Наоборот, я благодарна своей мамочке, которая разрешала мне делать все, что я хочу. Тот период мне хотелось красить волосы, мне хотелось выщипывать брови тоненькими. То есть, я кайфовала в тот период, я жила все это время, а не просто, знаете, жила с мыслью, что я вырасту, я стану независимой, вот тогда я смогу делать то, что я хочу. В этом плане мне дали абсолютную свободу. Но сейчас, когда я пересматриваю эти фотографии, их куча, просто, я их все вам выложу, посмотрите. Я понимаю, господи, во-первых, лишний вес, который только прибавляет вам возраст. Вся эта мишура. и даже вот сейчас я часто избегаю вопросов про возраст, потому что я всегда боюсь услышать, ой, а ты выглядишь старше. Это все заложилось во голове с детства, вот в 15-16 лет, когда все поворачивались и говорили, господи, ты выглядишь на 30 там, да, а тебе 15 всего. Вот из-за этого и появляются детские комплексы, так скажем. Но опять же, я рада, что из-за мнения окружающих я не делала так, как делают все. Помолодела. Следующий вопрос задает его Катерина Иванова. Айка, ты бы хотела получить второе высшее образование, психология, например? Что ты думаешь на этот счет? Есть ли возрастные ограничения в данном вопросе по твоему мнению? Я считаю, что нет. если ты хочешь учиться, пожалуйста, учись. Жена моего дворного брата, ей 30, по-моему, 5. И она вот недавно поступила в универ и отучилась на логопеда. 35. Если есть желание, почему нет? У меня просто нет желания. как бы это грубо ни звучало, даже тупо мне нравится работать, но мне не нравится учиться. Я никогда не любила учиться. И в универе я прям заставляла себя. Есть люди, которые тянутся к знаниям, им вот хочется получать какие-то какие-то новые знания, информацию. Мне оно не надо. Не то, что не надо, но как бы не хочется мне это делать. Психолог это дело тонкое. Вот. Я себя не вижу в этой сфере абсолютно. например, если бы у меня была бы дочь, две сферы, в которые я бы хотела, чтобы она обучалась. Во-первых, это медицина. Почему? Не просто потому, что это престижно и престижно тоже. Я считаю, что врачи всегда будут считаться престижной профессией. Во-первых, просто потому, что человек, когда идет к врачу, понимает, какие лекарства ему прописали. Даже если, например, ты эндокринолог, а ты идешь, к примеру, к гинекологу, ты хотя бы понятия имеешь. Например, мы с мамой сходили к врачу, прописали лекарства на 20 тысяч рублей. Мы пришли в аптеку. Я аптеку, что так посмотрела, сразу улыбнулась и говорит, скорее всего, ваш врач работает с этой компанией, это очень дорогая компания, и специально продает вам лекарства именно этой компании, чтобы получить дальнейшую путевку. То есть, по такой схеме они работают. И вы знаете, ты чувствуешь себя бараном, потому что ты не знаешь абсолютно ничего. Я не знаю, что содержится в этих препаратах. Хорошо, вот сейчас есть блогеры, которые объясняют составы, что-то там поясняют и так далее, какие лекарства можно какими заменить. Это тоже какая-то информация, которая закладывается у нас в голове. Поэтому в семье хотя бы один врач должен быть. Возьмем, к примеру, моего дедушку. Царство ему небесное, он умер от рака. У него в горле был рак, и он очень тяжело переносил болезни. И когда врачи ему говорили, что это можно вылечить, поменяйте климат, поменяйте место проживания. Это было давно. Я никогда в жизни не видела свою дедушку. Это было 30 лет назад, это до еще моего рождения. И как бы дедушка, слушая врачей, так как он сам был очень грамотным специалистом, ну, по тем временам, да, так скажем, он понимал, что это неизлечимо. Когда врачи говорили, поменяйте климат, сделайте это, то, может быть, пройдет, может быть, прогрессировать болезнь не будет. Он говорил, будет. Потому что он тоже был врачом, и хоть что-то понимал в этой области. Поэтому низкий вам поклон врачей. Если кто-то меня смотрит, пишите в комментариях. У меня всегда была мечта, на мою мечту подруга-гинеколог. Моя мечта, пригиньте, есть какие-то вопросы, которые просто очень интимные, и хочется спросить у подруги, например, посоветоваться. Да и вообще, вы знаете, у меня все знакомые, все подружки одной сферы. Мне кажется, интересно общаться с людьми разных специальностей. Например, тату-мастер. Моя девочка. Не потому, что я хочу набить какую-то татуировку, нет, это абсолютно не мое. Просто интересно общаться с людьми разных сфер. Например, та же моя подруга Желли. Она специалист своей сферы. Она очень хорошо во всем этом разбирается. Не только получила образование в этой сфере, ну и постоянно получает какие-то статусы за то, что увеличивает квалификацию. То есть она не стоит на одном месте, она развивается. У тебя возникает какой-то вопрос в сфере, в которой ты совершенно не разбираешься. И она тебе рассказывает, и это интересно. И мне кажется, моему окружению тоже интересно задавать вопрос, а как ты зарабатываешь с Ютубом? Как вам перечисляют деньги? Ютуб сразу сажает на карточку? Или как это происходит? То есть такие тонкости, возможно людям вокруг тоже интересно спрашивать у меня. даже вот у меня... друг детства есть, он прям всю жизнь живет в деревне. Какие-то моменты связаны с удобрениями. Интересно у него спросить, посидеть, пообсуждать, поболтать. вот я обожаю с папой разговаривать на тему политики. Хотя я вообще там на дуб в этой области. Интересно слушать его варианты. папа большой патриот просто России. Он обожает Россию. Кстати, многие спрашивают, почему папа не приезжает. После того, как произошел вот этот вот шум с коронавирусом, сначала границы были напрочь закрыты, потом их открыли, но только с вакциной. Папа не хотел вакцинироваться. Я, например, не против вакцины. Папа категорически против. Ну, сейчас уже говорят, в рестораны не пускают. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас дела обстоят. Мне кажется, у нас если бы все отказывались, то здесь тоже власти вынуждены, наверное, были тоже предпринимать такие меры. Но дело в том, что здесь как бы добровольно все делают. И у нас очень сильно упали показатели. Просто почти что коронавируса нет. В день, по-моему, 30 человек заболевает. А все благодаря американской вакцине. эти бананы, конечно, крутые. Персики. Кстати, папа должен приехать. как только сделают вакцину. Я наелась. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. А я быстренько смываю макияж и иду, как вы думаете, куда на бровки. Некоторое время буду как Брежнев с очень яркими бровями, но потом все это дело сойдет корочкой и будет выглядеть очень даже натурально. Всех люблю. Подписывайтесь. Пока.